МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Национального телевидения и ваша информационная программа «Республика» в студии Александр Базаров и сегодня в нашей программе. В гостях хорошо, а дома лучше. Что сделают для того, чтобы талантливая молодежь оставалась в республике? Космос своими руками. Как готовились ко дню космонавтики в Чебоксарской школе имени Николаева? И вне сцены, где театральный реквизит можно рассмотреть поближе. Где родился, там и пригодился. Как оставить одаренную молодежь в регионах, обсуждали на уровне правительства. Но за круглым столом собралась не совсем обычная аудитория. О проблемах утечки мозгов чиновники говорили непосредственно со студентами Кировской, Саратовской областей, Республик Мариэл и Чувашия. Эти молодые люди, слушатели Малой Академии Государственного Управления, приехали в Чувашию из регионов ПФО в рамках проведения межрегиональной стажировки. Будущие управленцы делятся опытом и ищут новые пути, как оставить талантливую молодежь трудиться на благо малой родины. Где родился, там и пригодился. Я родом из Святской земли, Святского края. И я уверена, что я останусь именно там, потому что я хочу сделать полезно своей малой родине. Те знания, которые я здесь получила, в том числе и по деятельности Малой Академии Госуправления, мы обязательно будем в своем регионе тоже транслировать. Закрепление кураторов из числа сотрудников органов исполнительной власти в вашей республике, они закрепляются за студентами по специальности Государственного Управления, и этих ребят курируют на протяжении обучения. Пример умелого привлечения молодых кадров подают несколько предприятий в республике. Эти организации привлекают студентов в основном инженерных профессий уже с третьего курса на практику, платят им стипендии. К концу их обучения обзаводятся квалифицированными кадрами. Для себя мы почерпнули прекрасный опыт республики Чуваши о повышении квалификации и повышении перепогатковки молодых специалистов, которые потом будут внедряться через специальный региональный проект республики Чуваши на производство. Чебоксары позиционируют как город, в котором хочется жить, работать, учиться и любить. Кстати, Алла Салаева заметила, что для молодежи самое главное – это любовь. Где она настигнет, там человек и останется. Но программы и материальное поощрение – тоже важный фактор. Мне вообще кажется, что есть несколько мотивов, как удержать молодежь. У нас есть гранты на уровне города в поддержке различных инноваций. Если из регионов молодые таланты уезжают покорять столицу России, то еще сложнее удержать молодежь на селе. Эту проблему предстоит еще обсудить не раз. Татьяна Трофимова, Антон Бовк, Республика. Скоро во всех районах Чебоксар в городе уже определились местами для размещения филиалов многофункционального центра. Один из них появится в северо-западном районе на улице Эльгера. Под филиал многофункционального центра отдали второй этаж здания. Сейчас там пока голые стены и разруха. Но через некоторое время начнется проектирование, а затем с помощью аукциона выберут подрядчика. И начнется реконструкция. К примеру, на месте арки разместят лифты, а в 2015 году здесь появится 20 окон обслуживания. Ныне это заброшенные муниципальные площади, которые находятся, тем не менее, в центре жилого северо-западного массива. Там удобные подъездные пути, присутствуют парковочные места, магазины, аптеки, почта. Если на сегодняшний день, говорят, что мы оказываем 160 муниципальных государственных услуг, конечно, будут не меньше, но мы считаем, к дате открытия, количество услуг, функций, сервиса будет гораздо выше. Для филиала в Калининском районе, недалеко от ДК «Тракторостроители», будут строить новые здания. Там планируют разместить более 30 окон. Ну а в юго-западном районе МФЦ разместят на первом этаже ДК «Салют». Кстати, там работы по капитальному ремонту начнутся уже в ближайшие дни. Планируется, что первых посетителей там примут уже ко дню республики. Ольга Пыречкина, Андрей Спиридонов, «Республика». В Чебоксарах еще не перевелись тимуровцы. Каждый год в преддверии Дня Победы они приходят к ветеранам и помогают им по хозяйству. В очередной раз в столице республики стартовала акция «Чистый дом, тепло и уют». Добровольцы уже приступили к работе. Дмитрий Ковалев продолжит тему. Здравствуйте, Лидия Михайловна. Мы пришли вам помогать в рамках акции «Чистый дом, тепло и уют». Вот девочки с Чувашского госуниверситета, студентки. Студентка техникума строительства и городского хозяйства. Вот сегодня захотели вам помочь. Что вам нужно сделать? Вы проходите, раздевайтесь, давайте. Одевайте тапочки. Окна будем мыть. К Пасхе. Волонтеры Юля и ее дружная команда уже не первый год следуют примеру героев советского прошлого. Говорят, что часто приходят к ветеранам, которые проживают совсем одни. Обычно в их квартирах работ не в проворот. Добровольцы выносят мусор, выбивают ковры, моют полы и окна. Причем в городе это не единственная команда современных тимуровцев. В акции принимают участие более ста человек. Мы сейчас проводим в районе с 1 апреля добровольческую молодежную акцию «Чистый дом, тепло и уют». Она получается не новая. То есть она реализуется в нашем районе с 2009 года уже. Пришли, вот сейчас здесь убрали, сейчас на кухне будут убирать. Довольны мы, хорошо работают, вежливые. В гости к ветерану войны Евгению Скворцову волонтеры приходят уже не первый год. На фронт он был призван еще 17-летним юношей. Вплоть до 45-го на аэродроме обслуживал военные самолеты. День победы Евгений Тимофеевич встретил в Берлине. Правда, домой он вернулся не сразу. Именно в мае вышел приказ о его переводе на Дальний Восток. Форму военного летчика он носил больше четырех лет. Момент акции важный очень заключается не только в уборке, то есть в живом общении. Потому что сейчас история, ну скажем так, мягко иногда как-то не совсем интерпретируется так, какой она была на самом деле, факты истории. И у ребят великолепная возможность услышать истории из живых уст. Эти истории о войне добровольцы потом пересказывают воспитанникам детских садов. С каждым годом ветеранов становится меньше, но подрастающее поколение об их подвигах не должно забывать. Волонтеры эту миссию исполняют отлично. Медрик Ковалев и Сергей Рябчиков. Республика. В Чебоксарах прошел завершающий этап командно-штабного учения по пресечению контртеррористических действий в республике. Подробности в материале наших коллег из пресс-службы МВД. 11 апреля оперативным штабом по управлению контртеррористическими операциями в Чувашской республике проведен завершающий этап командно-штабного учения. Его целью являлось повышение профессионального уровня и налаживание взаимодействия подразделений группировки штаба по пресечению теракта. На первом этапе изучено состояние антитеррористической защищенности одного из вузов республики. Отработаны действия персонала и студентов и способы эвакуации из здания при угрозе взрыва. На втором этапе реализованы мероприятия по пресечению нескольких террористических актов на территории Чебоксар и минимизации их возможных последствий. Поставленные перед подразделениями задачи выполнены, цели учения достигнуты. В Чебоксарах в очередной раз обстреляли автотранспорт. Вчера в 10 вечера возле кольца по улице Гражданской неизвестные выстрелили в два троллейбуса, в которых находились пассажиры. Известно, что один из них двигался по маршруту номер 19, сообщает автопортал за рулем. По данному факту полицейский проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего. МВД просит очевидцев происшествия позвонить в дежурную часть. Напомним, это уже не первое подобное происшествие. В прошлую пятницу на проспекте трактора строителей неизвестные обстреляли маршрутку. А неделю ранее в этом же районе была обстреляна скорая, прибывшая по вызову. И снова про Крым. Присоединение нового субъекта Российской Федерации все еще не дает покоя интернет-сообществу Чуваши. Это и не только в пятничном обзоре новости из сети. Территория России с недавнего времени стала больше. Предприимчивые жители Чуваши не оставили этот факт без внимания. Крым – это сейчас возможность воспользоваться своими знаниями и умениями. Уважаемые резиденты Чувашской Республики, данная тема создана в связи с присоединением к РФ 2,5 миллионов человек и 26 тысяч квадратных метров, из которых 2,5 тысячи километров Черноморского побережья. Здесь будут обсуждаться всевозможные бизнес-проекты, идеи, вакансии, недвижимость, отдых, переезды, перевозка грузов, попутчики и все, что может поспособствовать развитию региона и, конечно же, нас самих. А что Крым-то? Дома у себя никак? Воспользоваться своими знаниями и умениями. Ждут вас там ага с идеями. Веют. Индейцы, золотая лихорадка, авантюры и приключения, как на Диком Западе. Если вести бизнес в Крыму, сразу надо рассчитывать на криминальные риски. Как бы не столкнуться с отрядами самообороны какими-нибудь. Для тех, кто покорять другие земли не стремится, на форуме на связи один из пользователей разместил опрос, чем можно гордиться в Чувашии. Число проголосовавших пока небольшое, но промежуточные выводы уже можно сделать. Ни одного голоса пока нет у пунктов уровнем, жизни и властью. На первые позиции вырвались истории Чувашии и всем вместе. Однако абсолютное большинство считает, что гордиться нечем. Отчего у форумчан такие пессимистичные выводы, нам пока выяснить не удалось. Нет варианта промышленностью и производством, а ведь есть чем гордиться. Представители же блогерского сообщества всю неделю обсуждали приезд в Чувашию топ-блогера России Олега Бармина. Национальное телевидение тоже не упустило возможность пообщаться с гостем. Интервью с Олегом смотрите в понедельник в 19.45 в программе «По существу». Если вокруг вас летательные аппараты, ракеты и космонавты, а над головой звезды, значит вы попали в 10-ю Чебоксарскую школу накануне Дня космонавтики. Подробнее в нашем репортаже. Согласно поговорке, с лета принято готовить сани. Однако ученики школ номер 10, которые носят имя космонавта Андрея Николаева, практически с лета готовят ракеты и прочие летательные аппараты. Правда, здесь главные не летные характеристики, а красота. Каждый год в преддверии Дня космонавтики классы соревнуются в лучшем оформлении дверей кабинетов. Когда-то мы были в гостях у 66-й школы города Нижнего Новгорода. Эта школа носит имя летчика-космонавта Андрея Григорьевича Николаева. Мы с ними подружились, они пригласили нас к себе в гости. И мы вот у них были на празднике, посвященном Дню космонавтики. Нам понравились некоторые моменты в оформлении школы. Когда мы сюда обратно приехали, мы решили, а что бы мы сами могли такого интересного придумать, чтобы и в нашей школе, вот так же запоминающий, проходил праздник День космонавтики. Это только кажется, что в конкурсе участвуют школьники. На самом деле, благодаря этому конкурсу досуг появляется у всей семьи. Каждый раз, когда нас просят оформить дверь, мы любим с классом ставить около нашей двери какую-нибудь фигуру. И я решила сделать этого космонавта. Начала его делать заранее, летом еще. Делала я его вместе со своей семьей, с дядей, с мамой. Самое трудное было делать это лицо, особенно нос. В жюри конкурса преподаватели эстетического направления. Ну а зрительские симпатии определяют очень просто. Здесь побеждает тот класс, у дверей которого больше всего школьников. Родители останавливаются, чтобы рассмотреть все поближе. Ну а вот этот кусочек космоса – дверь победителей этого года, четвертого и класса. «Белка» и «Стрелка» летали на корабле «Спутник-5». И это первый полет, который прошел успешно. Ракету мы сделали из газеты, а планету Земля сделали с половинки глобуса. Работали все вместе. Что-то новенькое школьники придумывают каждый год. Вот и неудивительно, ведь в данной теме простор для творчества границ не имеет. Как и сама Вселенная. Ольга Пырочкина, Мария Шоклева, Сергей Рябчиков. Республика. Документальная повесть «Андриан Николаев. Орбиты космические и земные», написанная известной журналисткой Валентиной Ивановой, номинирована на государственную премию Чувашской республики. Книга вышла в серии «Замечательные люди Чуваши». Ее выдвинуло Чувашское книжное издательство. Документальная повесть «Андриан Николаев. Орбиты космические и земные» основана на воспоминаниях людей, которые в разные годы работали с летчиком-космонавтом, дважды Героем Советского Союза Андрианом Николаевым. В книге также представлены рассказы дочери, братьев и друзей легендарного человека. Его жизненный путь изучен несколькими поколениями историков, писателей, художников, общественных деятелей, и каждый видел что-то особенное, открывал для себя что-то новое. Из этих деталей и родился объемный образ нашего земляка. Он, кстати, тоже присутствует в книге. Валентина Иванова с самых первых дней его космической судьбы была постоянным собеседником и летописцем-космонавтом. Ей-богу, мне кажется, что сам космос, сам Андриан, герой книги, помогал, подсказывал, потому что вот когда у меня много книг, и очень самое трудное всегда композицию составить. А здесь она как-то сама собой пришла, родилась, и все, улеглось, все на месте, все, 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 как стало. В книгу Андриан Николаев «Орбиты. Космические земные» вошли фрагменты очерков, радиопередач разных лет, уникальные фотографии, многие из которых читатель увидит впервые. Напомним, что кроме автора книги о летчике-космонавте Валентины Ивановой, на присуждение Госпремии претендует коллекция «Возрождение Сувара-Болгара-Чувашского ювелирного искусства», созданная под руководством Владислава Николаева, и директор-главный редактор издательского дома «Хыбара» Алексей Леонтьев, который перевел на чувашский язык избранные произведения Александра Грина. Имя лауреата Государственной премии станет известно в июне, накануне Дня Республики. Ну а тем временем в Национальной библиотеке в галерее «Серебряный век» открылась персональная выставка заслуженного художника России, народного художника Татарстана Сергея Скомарохова «Сценография». В экспозиции – эскизы декораций, костюмов, театральный реквизит и фотографии спектаклей. Эскизы «Конек-гурбунок», «Жизнь ест сон» и макеты к спектаклям «Вот так случилось», «Мещане» и еще десятки работ Сергея Скомарохова выставлены в галерее «Серебряный век». Есть и портреты артистов. Картины, костюмы создают ощущение присутствия на самой постановке. Сценограф Сергей Скомарохов родился в 1952 году в Саратове в семье театрального художника. Еще студентом работал художником-постановщиком драмтеатра «Комсомольска-на-Амуре». В разные годы художник сотрудничал с театрами Хабаровска, Нижнего Новгорода, Чебоксар и зарубежными театрами. Сейчас Сергей Скомарохов – главный художник Татарского государственного театра имени Камала. Всего за годы работы им оформлено около 240 спектаклей. Главное для театрального художника влиться в общий замысел произведения, считает автор. Четвертый чемпионат школьной волейбольной лиги Чуваши выявил сильнейшие команды. Накануне в спорткомплексе Новочебоксарска прошли финальные встречи. За призовые места среди девушек столичных школ боролись ученицы гимназии номер один и среднеобразовательной школы номер 60. Сельские команды представили волейболистки Маргаушской среднеобразовательной школы и Янгорчинской в Урнарского района. Парни из Чебоксарской гимназии номер один и Новочебоксарска боролись за статус лучшей городской команды республики. Батревские и Канарские районы – за лучшую команду из села. Пробуем популяризацией спорта заниматься волейболом и готовить свои кадры для того, чтобы наши волейбольные команды, а на сегодня и мужская у нас неплохо выступает, женская, вообще девчонки играют в высшей лиге Б, это престижно очень. Мы растим кадры. Школьная волейбольная лига – это кадры. Кадры растим для нашего профессионального волейбола. В результате упорной борьбы звание абсолютного победителя чемпионата среди юношей завоевала команда Тойсинской школы Батревского района. Среди девушек в группе городских школ первой стала гимназия номер один. Среди сельских – Янгорчинская в Урнарского района. Сразу после программы «Республика» смотрите интервью по существу. Гость студии – руководитель речебоксарского представительства Министерства иностранных дел России в Нижнем Новгороде Александр Погодейкин. А затем в нашем эфире круглый стол с представителями политических партий, которые обсуждают одну из самых актуальных тем – возвращение Крыма в Россию. Такое было это пятница. Я с вами прощаюсь. Прекрасных вам выходных. И до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok